Большой привет, мои любимые зрители! С вами, как всегда, Аня, и добро пожаловать на мой канал. Я хочу поздравить вас всех с Рождеством. Самое главное, пожелаю вам счастья, здоровья и любви. Никогда-никогда не болейте, вкусно кушайте и тепло одевайтесь. Но в этом выпуске вас ждет очень много новостей. Я расскажу, когда будет обновление. Также расскажу, когда будут новые промокоды бесплатные. Да, друзья, у меня для вас мега классные подарочки готовятся. Внимательно смотрите все видео, потому что на протяжении всего ролика я буду вам рассказывать про обновления и какие-нибудь другие промокоды. А мы будем сейчас выходить из этой локации и переходить к лайфхакам. Давайте двигаться дальше. Первый лайфхак, который я хочу показать вам, вообще можно как бы на любой локации снежной провернуть. Но давайте загрузимся вот в это местечко, где мужичок с елочками. И ребят, вы знаете то, что можно играть в снежки? Ну конечно вы знаете, обновление вышло уже давно. Давайте набираем снежочек. И вот второй, допустим, тоже наберет снежочек. Давайте полистаем его действия. И набираем снежочек. Посмотрите, ребят, если мы кинем в персонажа снег, то он исчезнет. Но как бы он не исчезнет, он вляпается сначала в другого персонажа, в которого вы кинете, а потом уже исчезнет. Давайте теперь мужичок в меня кинет и покажу вам лайфхак. Оказывается, то, что от снежочка можно увернуться. Вы видели это, ребят? Я только что уклонилась и получила вот такой вот отдельный комочек. Не знаю, почему я этого раньше не замечала и даже не использовала. Вот вы знали об этом? Напишите в комментариях. Мне даже в голову не приходило уворачиваться. Я думала, здесь только одно действие. Вот так вот пулять и попадать в другого персонажа. Но он не увернулся и комочка у него не осталось. Давайте еще разочек вот так вот наберем и снежок. И пульнем в меня. Успела? Да, я успела уклониться. Итак, друзья, можно выстраивать битву. Вы понимаете, то, что это очень здорово. Можно так снимать фильмы или сериалы. По-моему, они реально круто. Пользуйтесь этим лайфхаком. Вообще попробуйте, удастся вам увернуться. Потому что я, если честно, не сразу уворачивалась. И в меня постоянно попадали. Но ловкость рук и никакого мошенничества, друзья, практика. Я хочу поменять цвет губ персонажа. Давайте сходим в салон сейчас. Вот в этом торговом центре есть классные помады. Хочу поменять на розовенькую. Мне не очень нравится эта желтая. Уже давно с этой помадой хожу. Может быть такую оставить? Ребят, что скажете? Какая помада больше подойдет? Такая, которая была или вот эта вот нежно-розовенькая? Это даже не розовая, а малиновая. Давайте ее оставим. Выходим из локации. И сейчас, друзья, покажу вам еще один лайфхак с переносом. Уже показывала вам то, что можно вот с помощью этого вот полотна, коврика танцевального, перенести любого персонажа на другую локацию. Давайте сейчас доберемся до этого волшебного полотна. Оно нереально волшебное. Прям ковер-самолет. Надо будет что-нибудь придумать с этим танцевальным ковриком. Какой-нибудь мини-сюжет. Я думаю, получится очень забавно. Передаем это полотном. И давайте сейчас снова сходим в рыбацкий домик. В прошлом выпуске мы также это делали тут. Вот с этой девушкой на стуле. Она у меня пока что уже не подготовлена к балу новому. Мы ее уже подготовили в прошлом. Вернуть, короче, с балом. На этот раз, друзья, мы будем переносить вот в этом месте. И давайте возьмем какого-нибудь другого персонажа. Например, того, кто у нас под водой плавает вечно. Я думаю, этот персонаж вообще никогда не выплывал отсюда. Надо подготовить тебя к балу. Ой, а мне нравится ласта у этого персонажа. Ребят, мы можем взять ласты у нее? Да ладно. Я что-то даже и не замечала. Вот такие вот лапки тереласты. Ну, кстати, еще костюмчик прикольный. Смотрите, ребят, если мы возьмем руку и посадим вот сюда персонажа. Ну, сначала, если мы просто посадим, то она упадет. Вот так вот выпадет. Поэтому, ребят, это нужно делать очень и очень быстрым. Подожди, не летай так. Смотрите, да хватит это скакать. Что ж ты такая у нас? Открываем, друзья, телефончик. И мы сейчас похитим этих персонажей вместе с телефончиком. То есть, смотрите, так я положу опять планшет, чтобы было удобно. Берем ее, вот сюда вот ставим. Открываем телефончик. И надо быстро отпустить, а потом нажать на своего персонажа. Опа! Получилось, друзья, с первого раза. Таким способом вы просто убрали своего персонажа вместе со вторым персонажем, которого вы забрали. И давайте сейчас куда-нибудь перейдем. Ну, что мы сделаем? Конечно же, новую прическу этому персонажу. Я предлагаю загрузиться в магазинчик. Вот на первом этаже есть салон красоты. И сейчас будем собирать этого персонажа на бал. Достаем. Так, подождите, а где эта девушка? Куда она пропала? Вот она сидит! Вот, мы ее забрали. Очень даже практично, ребят. Можем перетаскивать так бесплатно. Давайте что-нибудь подберем ей. Какую-нибудь классную прическу. Но мне почему-то уже ничего здесь не нравится. Может, вот такие хвостики? Давайте такие хвостики сделаем. Только у нее синие брови. А где же мне такую краску найти? Нет какой-то такой подходящей краски? Ребят, ну я, честно сказать, не знаю даже. Может быть, тогда сходить в другую локацию? Или оставить что-то вроде этого цвета? Вот, вот этот цвет волос можно оставить. Ой, подождите, как же красиво получилось. И бантики такие симпатичные. Можно сделать такие. Или взять вот эти вот ушки, допустим, желтенькие. Ушки тоже ярко смотрятся. Но нужно какое-то желтое платье тогда под это подобрать. Я предлагаю остановиться на этих бантиках. Ну что, красотуля моя. Ой, а можно, кстати, и на стуле похищать. А давайте на стуле вот этом перенесем. Почему бы не попробовать, ребят? У нас же сегодня небольшие эксперименты. Открываем телефончик. Берем вот так вот, сажаем. И быстро забираем. Нет, не получилось. А вот с этим не получилось. Наверное, все-таки только так можно забрать. Да, ребят, смотрите. Вот видите, вот сейчас у меня сходу они улетели. А на стуле, например, не получилось. Надо погулять сейчас, посмотреть, что можно подобрать этому персонажику. Нет той коллекции, которая мне нравится. Ребят, я даже не знаю тогда, куда загрузиться. А знаете, что мы сейчас делаем? Мы возьмем несколько комплектов вот таким вот образом. И передадим персонажа, только не своему, какому-нибудь вот малышу, допустим. И сейчас сходим в другую локацию. В торговом центре в игровом клубе. Есть девушка с классной фиолетовой юбкой. И я у нее ее сейчас отниму. Да, вроде бы на этом этаже. Листаем вправо. И вот эта вот девушка сейчас поделится своей юбочкой. У нее, кстати, еще браслеты есть здоровские. Но мне нужна только ее юбка. Хотя можно и кофточку, кстати, забрать. Футболку. Ну или использовать ту, которую мы взяли. Давайте сейчас перетащим. Куда ты выпала-то? Вон она в самом углу спряталась. И будем наряжать нашу девочку. Вот такая вот она у нас прикольная получилась. Только сзади сумка. А как эту сумку-то снять? Да, мы можем ее скинуть. Ну наконец-то. Все, вот это вообще не нужно. Осталось только у тебя ласты эти забрать. Правда, кофточка мне твоя тоже не очень нравится. Давай все-таки футболку вот эту вот возьмем. А вот этой вот девушке идет этот костюм. Нам осталось подобрать обувь и зайти в магазинчик сделать макияж. Забираемся. Нет, не получилось первого раза. Друзья, не расстраивайтесь, если у вас что-то не выходит. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому стараемся, родные мои, и продвигаемся дальше. В обувном магазине сейчас подберем какую-нибудь обувь. Ну где ты, наша? Золушка. Из океана. Ребят. А сейчас я даже не вижу ее. Честно сказать, я не знаю, куда она сейчас запропастилась. Но, как вы видите, она улетела непонятно куда. Я не знаю, где она. Давайте снова достанем. Нет, не достается. Может быть здесь слишком тесно, и она куда-нибудь за окно вылезла. Ребят, у меня не получилось ее найти. А может быть она здесь осталась? Нет, и здесь ее нет. Ну все, ребят, мы потеряли человека. Теперь ее не сыскать нигде. Надо будет сейчас в розыск объявлять. И ты пролазь до балла. Вот она выпала, наконец-то. Я уже испугалась. Ну что, какие мы тебе туфельки-то подберем? Ну здесь, наверное, не туфельки, а только кроссовки. Можно подобрать вообще совершенно любую обувь. Вот такие вот мне нравятся, как у кассира. Давайте остановимся на этом варианте. Переходим к макияжу, к самому интересненькому, наверное. Вообще обожаю делать макияж персонажем. Давайте сейчас вместе с телефончиком улетим. Не получилось улететь. Что-то у меня не получается. Опа, нет, ребят, все-таки со стилусом это делать нелегко. Я сейчас вот практикуюсь. Делаю разными способами. Способом с пальцем у меня прокатило даже с первого раза. А здесь надо как-то постараться еще немножко. Перемещаемся в новый няшный магазинчик. Давайте достанем персонажика. И будем искать девочку. Девочку, которая здесь должна появиться. Вот она выпала прям сразу возле макияжа. Ну что, будем подбирать и тени. Сделаем классный образ. Ой, ребят, я так обожаю делать макияж здесь персонажем. Они очень сильно преображаются. И честно сказать, мне нравятся все варианты. Вот эти синенькие хочу со звездочками. Ну давайте же, набирайтесь. Что же они не набираются? Почему-то у меня зеленые покрасились. А, вот все получилось. Ну хотя и зря получилось, потому что не очень. Я, наверное, остановлюсь на вот этом варианте, фиолетовом. Также можно подобрать румяна. Но что-то румяна не скажу, что сильно подходят. Лучше, наверное, использовать наклеечки. Например, сделать бабочки. Такие вот прикольные бабочки на лицо. Также можно сделать сердечки. Или, допустим, конфетки мои любимые. Да, мне нравятся вот эти конфетки. Я остановлюсь на них. Будем также использовать линзы. Ой, балдежные. Просто балдежные. А цвет бровей мы тоже, кстати, можем поменять. Сделать такие радужные. Ну нет, ребят, я не знаю. Мне кажется, ей не очень идут эти брови. Цвет бровей. Хотя в торговом центре есть подходящий. Но уже как-то не хочется бегать туда-сюда. А можно отдельно смыть эти брови? Они здесь ей не очень подходят. Но все равно образ получился годным, ребят. И также желтенькие линзы подойдут. Они как-то отражаются в звездочках на юбке. Таким прикольным способом мы подготовили еще одного персонажа на мероприятие. Наша модель позирует. Пишите в комментариях ваши оценочки. Не считай бровей, друзья. Потому что брови ей как-то не очень, по-моему, подходят. Я надеюсь, когда-нибудь у нас вообще получится возможность заходить в редактор и менять не только своих персонажей, но и других. Давайте выйдем из этой локации. И сейчас загрузимся в особняк. Так вот, друзья. Когда же выйдет обновление? На этой неделе, как вы поняли, обновлений не будет. Но на следующий вас ждет мега грандиозное обновление. И небольшой спойлер, друзья. По поводу промокодов. Выйдут также новые промокоды. Наша огромная ютуб семья будет отмечать 1 миллион подписчиков. И в честь этого я хочу порадовать вас новеньким промокодом. Вы не ослышались, ребят. На следующей неделе, если мы накопим миллион подписчиков, я подарю вам фирменные вещи. Получат бесплатные подарочки только подписчики моего канала. Поэтому обязательно подпишитесь и поставьте лайк под видео. Я вас не обманываю, друзья, и сдержу свое слово. Но мы также продолжаем ждать обновления. Кто думает, что выйдет у нас на следующей недельке? Тоже пишите в комментариях. Вообще много закрытых разных мест. Я, честно сказать, не знаю даже на что ориентироваться. Может быть скейт-площадку откроют? Давайте надуем вот этот круг. Оказывается, в этом круге можно плавать где угодно. Даже вот в снегу вы можете посадить персонажа и делать здесь плавательные действия. Почему же я раньше на это не обращала внимания? Но плавательные действия действительно странно. А вот этот, кстати, лайфхак можно использовать для дома. Вы можете сделать классную обустроечку, а тут персонаж просто сидит и отдыхает. По-моему, тоже здорово. Но выпуск я хочу завершить рождественскими рецептами. Загрузимся сейчас в пекарню и будем готовить, друзья. Я уже подготовилась здесь немножечко. И начну с легких рецептов. Первое, что мы приготовим, это напитки. Давайте сейчас передадим персонажам вот эти вот классные взбитые сливки. Куда-нибудь в коробочку. И двигаемся снова на кухню. Так, 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 давай беги, беги. Поставим праздничные стаканы. Мне очень они нравятся, такие новогодние. И выдавливаем сливочки. Вот так вот, друзья. Наполняем стаканчики. Можно посадить абсолютно любые сливки. Они такие аппетитные, ребят. Мне безумно нравятся. И таким способом у вас получаются зимние рождественские напитки. Туда лучше сначала налить какао, кофе или чай. Все, что вашей душе угодно. Конечно же, из сливок еще есть также новые сливки. Рождественские. Они так всегда вообще влезают прям на ура. Посмотрите, ребят. Превосходно смотрится. Эти напитки пока что отставим в сторонку. И будем сейчас готовить. Начнем с тортиков, ребят. Первый рождественский тортик я называю домиком. Мы сначала замешиваем тесто. Далее это тесто нужно покрасить в зелененький цвет. Теперь, ребят, ставим вот этот вот белый шоколадик. И отправляем в формочку. И ждем полной готовности. По шоколаду вы это определите. Достаем наш коржик зелененький. И сейчас мы украсим какой-нибудь посыпочкой. Давайте вот этой вот. Взбитыми сливками. Мне так нравится. Дальше, ребят, мы должны приготовить пряничного вот такого человечка. Делаем домик из печеньки. И устанавливаем на верхушечку. Таким способом у нас получилось что-то вроде домика. Давайте покажу вам следующий вариант. Теперь мы приготовим домик с елочкой. Это уже будет что-то мега шоколадное. Добываем также муку. Возьмем такие дольки шоколада. Тоже сюда добавляем. И теперь, ребят, перемешиваем. Таким образом у меня получилась вот такая вот смесь с шоколадом. Закидываем ее в формочку. И она у нас становится коричневой. Это отлично, ребят. Добавляем белый шоколад. И начинаем готовить. Мне кажется, и на этом этапе уже очень вкусно. Так после духовки станет еще вкуснее. Посмотрите, как это красиво выглядит. Давайте украсим это взбитыми сливками по кругу. И добавим новые элементы. Достаем тестом особое праздничное. Чтобы из пряничного человечка сделать интересную вот такую вот елочку. Елочку мы ставим на верхушку. Как вы понимаете, это домик с елочкой. Сливки пока что в сторонку отставим. И дальше, друзья, сделаем еще несколько предметов. Ой, что-то я случайно на тесто нажала. Мне нужны сладости. Палочка не нужна. Нужны вот такие крыльешочки. Мы украсим наш домик по кругу. Палочки буду кушать, потому что они действительно мне пока что не нужны. Мы вот с помощью таких вот деталек можем украсить наш домик. Но мне нужны кружочки. Почему они так редко выпадают? Ладно, давайте тогда вот этими украсим еще. Два кружочка мне нужно найти. Так, отлично. Еще один кружочек. И нужен еще один, чтобы завершить эту линеечку. Замечательно. Вот таким вот образом у нас получилось. Что-то вроде домика с елочкой. По-моему, выглядит тоже очень здорово. А эти детальки нужно, конечно же, скушать. Ребят, пишите в комментариях, какой вам пока что тортик нравится больше. Мы приготовим последний. Также добываем муку. Закидываем ее в котико. Замешиваем тесто. На этот раз нужно окрасить в какой-нибудь другой цвет. Допустим, вот такой вот красненький. И сделаем с помощью кругленькой формочки. Нет, я сделала маленький кексик. Надо сейчас, ребят, быстренько переделать. Мне потому что нужен именно вот такой вот желтенький, большой. Аккуратненько, ребят, аккуратненько. Все, здорово, замечательно. Поливаем снова белым шоколадом. Вернее, устанавливаем такие капельки шоколадные. И закидываем в духовку. Ждем готовности. И достаем. Ну, может быть, орешками на этот раз украсим? Ой, я случайно украсила этот тортик орешками. Вообще, у меня здесь вся конструкция полетела. Ну да, что слетела-то конструкция. Ладно, ребят. Давайте вот так вот украсим по кругу. Получилось тоже нарядно. И на этот раз посадим какую-нибудь другую печеньку. Можно сделать девочку в платьишке. Та-дам! Еще я сделаю одного пряничного человечка зеленым бантиком. Добываем сладости. Как раз выпала именно эта палочка. Мы ее ставим сюда к печеньке. Вот так вот у нас будто бы печенька держит палочку. И также, ребят, мне понадобятся сливки. Вот такие радужные. Это будет шапочка этой печеньки. Таким образом, у нас получился такой вот персонаж забавный, веселый. Ну разве, друзья, это не прелесть? Вы так можете украсить ваши тарелочки. Поставить вот эту вот печеньку на тарелочку. И будет мега здорово. Выбирайте, ребят, какое угощение вам нравится больше. И я поделюсь с вами любым. Мне вот этот вот тортик понравился. Смотрите, какой он в разрезе. Просто потрясающий. Смотрится так празднично. Пользуйтесь, друзья, этим лайфхаком. Я надеюсь, он вам понравился. Ну а на этом видео подходит к концу. Всем большое спасибо за внимание. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю мира, добра, позитива. И много вкусной пиццы. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok